В Оренбурге прошел финал 4-х женской баскетбольной суперлиги 2. Оренбургская надежда завоевала бронзовые медали чемпионата, переиграв баскетбольный клуб «Шахты». Наша команда выиграла все 4 четверти матча. Итоговый счет 72-48. Самыми результативными игроками матча стали Анастасия Куплинова и Светлана Чиркова, набравшая 15 очков, Светлана Крамор, сделавшая 13 подборов, 10 передач и набравшая 9 очков, А также Виктория Сазонова, на счету которой 13 очков и 12 подборов. Сегодня было тяжело и разминаться, и то, что игра утром, мы как бы не особо выспались. Но все-таки собрались, это все-таки игра за медалью. Конечно, были бы больше довольны первым, но третье место – это тоже медаль, тоже почетно. Знаете, в принципе, хотелось бы большего. Но ситуация сложилась таким образом, что мы вышли в полуфинале на Курской Динамо. В принципе, где-то можно было побороться, но не хватило сил, может быть, где-то настроя не хватило. В принципе, довольны, да, третье место. Чуть-чуть хуже, чем в прошлом сезоне, были вторые, но результат хороший. Хочу отметить, что команда на протяжении всего сезона демонстрировала стабильный баскетбол. Поэтому кого-то выделять очень сложно, но, тем не менее, я могу сказать, по ту же Свету Крамара, она влилась к нам совсем недавно, это первый сезон. Она показала хороший баскетбол. Даже Настя Куплинова, Вика Сазонова, Света Черкова, ну, еще ряд девочек, которых мы смотрим, которых, возможно, перед новым сезоном будем привлекать на сборы. Для этого команда и существует, молодежная, чтобы готовила кадры для основной команды. Динамо-юниор из Курска взяли золотые медали чемпионата, в финале переиграв «Спартак-2» из Ногинска. Курск в финале довольно уверенно выиграл, и кому-то может показаться, что все это произошло полсилы. Кого-то может быть неинтересно, но то, как тот же Ногинск радовался выходу в финал, и мы видели, как сейчас праздновал свою победу Курск. Не было таких великих спортсменов, которые сразу начинали с чемпионатов Европы и Олимпийских игр. Всегда надо пройти предварительные соревнования более низших лиг, а до этого и детских соревнований. Поэтому для вот этого поколения игроков и женская Суперлига-2, и победа в нем, и медали в этом турнире – это определенный этап в их карьере, который вызывает определенные эмоции и радости. Также на турнире была определена символическая пятерка игроков. Лучшим атакующим защитником Суперлиги-2 стала Светлана Крамор. Артем Смедюк, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. Спасибо.